МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости о сети. Расскажем о главных событиях к этому часу в студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и не только. Участники специальной военной операции регулярно проходят реабилитацию в санаториях и спеццентрах Минтруда Республики. Как отметили в ведомстве, вопрос поддержки бойцов и их семей один из самых важных. Мы получаем от этого большое удовольствие, потому что мы находимся в своей сфере. Артисты молодежного театра «Паяцы» готовятся к началу своего второго сезона. В репертуаре труппы, экспериментальные постановки различных жанров. Какой сюрприз готовят для зрителей, расскажем в выпуске. Наша задача – обратить внимание на то, как мы, в принципе, объединились вокруг этой идеи. Велопробег, приуроченный к предстоящим выборам президента, провели во Владикавказе. Мероприятие состоялось, несмотря на пасмурную погоду. Сколько человек приняло участие и кто организовал старт. В прошлом году в Северной Осетии велась работа по строительству, реконструкции и капремонту 220 объектов в разных сферах. Это и здравоохранение, образование, культура, спорт, коммунальная и дорожная инфраструктура. Из них – часть мероприятий, переходящей на этот год. А это кадры уже обновленного центрального сквера в Дигоре. Теперь у горожан есть современная спортивная площадка, зона для отдыха и прогулок, футбольная и баскетбольная площадки. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. С 15 по 17 марта жители Владикавказа смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В этом году в списке 33 объекта. Можно выбрать набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. Напомним, федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 12 центров по интенсивной подготовке к ЕГЭ работают во всех районах Северной Осетии. Их открыли по поручению главы республики Сергея Миняйла. Они помогают ученикам справляться с заданиями в Кимах. Один из таких центров находится в 39-й школе Владикавказа. Там побывала министр образования и науки Элла Алибекова. Ребята поделились своими впечатлениями и рассказали о том, как готовятся к предстоящим экзаменам. Обучают их лучшие преподаватели республики. Напомним, что помимо качественной подготовки, по поручению президента Владимира Путина у выпускников будет второй шанс для пересдачи экзамена по одному из предметов. Причем поправка начинает действовать с этого года. Участники специальной военной операции регулярно проходят реабилитацию в санаториях и спеццентрах Минтруда. На базе соцучреждений созданы комиссии из врачей, психологов и других специалистов. Они разрабатывают индивидуальную программу реабилитации для каждого бойца. Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и многие другие процедуры доступны каждому участнику СВО. Будь то военнослужащие Минобороны, других силовых ведомств или доброволец. Министр труда и социального развития республики Алина Айдарова часто навещает бойцов. Вопрос поддержки участников СВО и их семей – один из самых важных. Во Владикавказе, как и во всех районах Северной Осетии, работают комплексные центры соцобслуживания и управления соцзащитой. Кроме того, для всех бойцов и их семей открыты двери филиала фонда «Защитники Отечества». Пластические спектакли, шоу-программы, музыкальные тюды и многое другое. Репертуар молодежного театра «Паяцы» постоянно пополняется необычными постановками самых разнообразных жанров. Артисты не перестают удивлять своего зрителя. Уже совсем скоро театр даст старт второму сезону с очередными премьерными спектаклями. За репетициями наблюдала моя коллега Зараса Калоева. Показать одного из главных персонажей всеми любимой сказки не так просто. Живой, говорящий снеговик Олаф, который любит жаркие обятия и мечтает попасть в лето. Впрочем, каждый герой «Холодного сердца» особенный по-своему. Точно передать характер, но при этом внести что-то новое, свое. Каждую сцену отрабатывают детально. Мчитка текста в обсуждении репетиция в движении. Пока что репетиции проходят не на сцене. Молодых артистов это совсем не останавливает, а даже наоборот. Говорят, тем интереснее. Такая импровизация помогает развивать творческие способности, уверены ребята. На счету молодежного театра паяц и разные постановки. Пластический спектакль «Гудшоу», «Пеппи длинный чулок», детская шоу-программа «Как попало», «Маски без ума» и не только. Занимаются в таких жанрах, как немой кино, музыкальные этюды с живым вокалом. Сейчас помимо «Холодного сердца» работают над драматической постановкой под названием «И мы смеемся», где поднимут важные социальные вопросы. Театр не стоит на месте. Артисты постоянно в поиске новых творческих форм. Репетиции у нас бывают практически каждый день. То есть это могут быть репетиции по несколько часов, могут быть репетиции с утра до ночи, мы можем быть просто на сцене, репетировать. Мы получаем от этого большое удовольствие, потому что мы находимся в своей сфере. Театр – это то, что пробуждает в человеке желание думать, говорит отца Маска Чмазова. По своей театральной школе режиссер мечтал давно, чтобы развивать это искусство и делиться полученными знаниями с такими же энтузиастами. Осуществить мечту помог грант, выигранный на форуме Таврида в 2020 году. Репетиции проходят в каворкинге «Точки кипения» СОГУ. Я очень надеюсь, что этот проект, в первую очередь, важен для них, для моих артистов. Мне очень важно, чтобы они здесь прозвучали как актеры, как творческие единицы. И вот мы все вместе работаем над этим проектом. Мы очень надеемся, что из этого действительно что-то получится. Потому что у нас республика очень театральная, очень серьезная конкуренция. Поэтому работаем. В основном постановки рассчитаны на зрителя от 14 до 25 лет. Совсем скоро запустят второй сезон театра. Примерный спектакль выйдет на сцене молодежного центра Костахи Тагурова. А уже в следующем году Асамас планирует поехать на Тавриду не один, а вместе со своей труппой, чтобы представить свое мастерство. Сыра Соколой, Валансуанов, Новости Осетии. Во Владикавказе состоялся велопробег. Его приурочили к предстоящим выборам президента России. Как отметили представители избиркома республики, такие мероприятия направлены на привлечение к главной электоральной процедуре страны как можно большего числа избирателей. В велопробеге приняли участие десятки любителей активного отдыха. Насколько сложным оказался маршрут и кто организовал любительское состязание, расскажет моя коллега Дана Малышева. 6 километров 300 метров за полчаса велопробегу в столице Северной Осетии не помеха, даже пасмурная погода. Маршрут средней сложности, чтобы расстояние оселили даже маленькие гонщики. Старт с вечного огня, а потом едут по прямой до пересечения с Московским шоссе и возвращаются на исходную. Проезд для автомобилей здесь закрыли. В первой десятке финишировал активист движения первых Георгий Прошин. Юноша-спортсмен, но оселить такое расстояние ему было непросто. Вообще мне очень понравилось участвовать. Хотелось бы почаще такие мероприятия. И вообще, когда вначале поехал первый, а потом смотрю, меня вгоняют велосипедисты. Меня очень замотивировало поехать первым. Я старался изо всех сил, я уже ждал, когда же финиш. Еле-еле приехал к финишу. Сейчас уже отдохнул, уже хорошо. Не обгонять, а если есть проблема с велосипедом или почувствовали слабость, сразу сойти с маршрута и обратиться к врачу. Карета скорой помощи дежурит рядом. Велосипедистам провели инструктаж. Впрочем, они знают, как вести себя на дороге. Кабин Республики, парламентарии, представители администрации Владикавказа давно пользуются самым экологичным видом транспорта. Мы, естественно, сегодня призываем всех и каждого, в первую очередь заниматься спортом, заниматься здоровым образом жизни, потому что, что если не спорт, оно так дисциплинирует, оно закрепляет дух, оно закаляет наш характер. Подготовка к выборам президента России – это не только печать бюллетеней и проверка избирательных участков. Население можно и нужно объединить в такие исторические моменты нашей страны, отметила председатель избирательной комиссии Северной Осетии Жанна Маргоева. Привлечь активных жителей Республики в электоральную кампанию. Весенняя тренировка на велосипедах – это как раз итог такой работы профильного ведомства. Наша задача – обратить внимание на то, как мы, в принципе, объединились вокруг этой идеи проведения избирательной кампании. Сегодня пасмурно, но все счастливы и довольны. Мы ждем, что в велопробеге примет участие не одна сотня активных граждан нашей Республики. Это не первое и не последнее мероприятие, приуроченное к президентским выборам. Уже во вторник жители Республики могут принять участие в большом избирательном диктанте. Проверить себя на знании прав и обязанностей гражданина может каждый. Вместе мы в силах голосуем за Россию! Восьмые выборы президента России продлятся три дня – 15, 16 и 17 марта. Нового лидера государства изберут на шесть лет. С кандидатами на должность можно ознакомиться на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России. Напомним, всего претендентов четыре. Дана Малышева, Артур Дудаев, Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова